У меня застрелы тяжелые травмы позвоночника с повреждением спинного мозга. Обезболивают меня морфин. У меня остался миллиметр, чтобы оборвался спинной мозг полностью. Руслан – так называемый вынужденный наркоман. В 2003 году он выпал из окна пятого этажа. С тех пор мучается от сильной боли. По его словам, в ночь на 20 февраля у него закончился морфин, который на законных основаниях выписывает лечащий врач. Инвалид вызвал скорую помощь. Та якобы долго не ехала. В общем, когда люди в белых халатах появились на пороге, он уже никого не ждал. Я никого не ждал. Стучат. Смотрю, у нас тут фонарь не горит, темно. То есть я имею право как гражданин на основании федерального закона иметь пневматический пистолет для самообороны. То есть я никуда не выходил. Я был на своей территории, держал в руках, открыл, сказал, заходите вместе со скорой, пусть обезболиваю. Разобрав инцидент, полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Между тем, бывшая жена Руслана утверждает, что этот человек очень опасен. По словам женщины, больной супруг нередко набрасывался на нее и ее сына от первого брака с кулаками, а затем и вовсе выгнал из дома. Сейчас она вынуждена ютиться по съемным квартирам. Я даже вещи не могу свои забрать оттуда. Все, что я нажила непосильным трудом, все там осталось. Работала-то я одна, он же инвалид, он работать не мог. Он мне сказал в последний раз, если ты сейчас из дома что-то возьмешь, он мне документы все спрятал, я прибью тебя и твоего щенка. Надежда говорит, что из-за состояния здоровья домашнему тирану все сходит с рук и настаивает, чтобы Руслана поместили в специализированное лечебное учреждение сокрытого типа. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Там ей сообщили, что в отношении бывшего мужа ранее возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение побоев и угрозы убийством». В настоящее время по уголовному делу проводится судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о вменяемости либо невменяемости Лобашова и будет определена дальнейшая судьба по уголовному делу. То есть либо оно будет направлено в суд, либо будут применены принудительные меры медицинского характера в отношении Лобашова. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.